Всем привет друзья на связи с март и сегодня 2 мая 2023 года и так хотелось бы поговорить что произошел в Харькове в последнее время произошло много интересного как хорошего так и плохого хотелось бы конечно начать с хороших новостей 30 апреля воскресенье открылся харьковский зоопарк сейчас зоопарк открыт только для гидов которые проводят экскурсии посещению харьковский зоопарк пока еще не готов так как часто звучит воздушная тревога людей во время экскурсии выводят из зоопарка и рекомендуют укрыться в метро так как не стоит расслабляться война все еще не закончилась и ракеты могут прилететь в любой момент в любое место и люди об этом знают жители зоопарка а именно звери не покидали зоопарк как говорил гид звери жили в зоопарке в это ужасное время когда происходил обстрел города к счастью зоопарк не пострадал зоопарк выглядит очень красиво звери в нем счастливы видео про зоопарк вы можете посмотреть на нашем канале я выложил полную экскурсию харьковского зоопарка вы сможете насладиться этой экскурсией и вспомните как выходили зоопарк до войны ведь зоопарк принимал людей тогда не было экскурсии тогда люди просто приходили прогуливаясь по зоопарку также появилась хорошая новость про то что скоро откроется парк фельдмана он откроется частично сейчас идет разминирование парка фельдмана и реконструкция этого парка примеру моя жена никогда не было в парке фельдмана так как туда было добираться проблематично то на 1 июня мы обязательно поедем парк фельдмана снимем парк смотрим насколько он изменился также прошел праздник 1 мая день трудящихся украине его не празднуют на данный момент из-за того что идет война и чтобы люди не собирались массово не отправлялись в лес так как много мест в лесу заминирован заминирована вся практически область наши саперы работают над тем чтобы разминировать харьковскую область но по подсчетам это будет происходить очень долго и в лесах нашей харьковской области к сожалению сейчас опасно и те кто любит собирать грибы уже не смогут отправиться под старый шалтов или под липцы так как там очень опасно кстати всех с прошедшим праздником я очень надеюсь что следующем году мы его будем праздновать так как 1 мая празднуют в бой больше 80 странах нашего мира это всемирный праздник пример у меня был выходной так как я работаю удаленно на кипр и официально в кипре это выходной ну а теперь хотелось бы перейти плохим новостям харькове начались проблемы люди начинают нервничать вчера были большие проблемы с интернетом особенно это было заметно в киевстаре многие люди не могли пополнить ни телефон не интернет люди сидели без интернета некоторые люди пополнили интернет но деньги списались а интернет не включился люди писали в техподдержку техподдержка не отвечала были большие проблемы с киевстаром люди боялись за то что пополнили интернет а деньги им уже не вернул также в городе начались отключения света причина отключения света пока никто не комментирует нету списка районов не отключают свет а еще в некоторых районах города пропадет горячая вода на три месяца но это связано с ремонтами но все это не радует конечно же людей также в городе звучит воздушная тревога угроза массовых прилетов ракет сохраняется и наши власти города рекомендуют людям не расслабляться избегать большое скопление мест избегать парки но люди все равно ходят в парке так как уже привыкли ко всему этому также хотелось поговорить о кадрах этого видео это метро индустриальная бывшая метро пролетарская один наш подписчик просил сделать видео от отб до восторга собственно это видео сделано от отб до восторга прогуливаясь возле метро индустриальная я заметил работающие магазины отб восторг сюда были прилеты вы можете увидеть это на начальных кадрах также появилась хорошая новость что заработали межгородские автобусы также работают автобусы по харьковской области харьковской области идут ремонтные работы по восстановлению дорог разминированию дорог соответственно автобусы стали ходить чаще то уже дает надежду про то что все будет постепенно восстанавливаться также игорь терехов заявил про то что на восстановление города потребуется больше 10 миллиардов долларов эти слова он заявил штатах так как он уехал с визитом в соединенные штаты америки а еще на метро индустриальную работают кафе работает и рыночек цены конечно на нем приемлемы это лучше чем заходить супермаркет класс где цены на мясо на продукты на овощи подорожали очень сильно единственное на что цены остаются еще стабильной так это на муку сахар макароны но на макаронах долго не протянешь нужно кушать мясо мясо уходит ввысь и шашлыки становится делать очень дорого но людей это не останавливает люди заходят шашлычное кафе также делают шашлыки сами но делают их конечно теперь гораздо меньше в городе начинают работать мясные магазины салтовского мясокомбината безлюдовского мясокомбината цены на колбасу уходят тоже ввысь колбасы сыры становятся очень дорогими зато хороший момент появился в нашем городе то что подешевели яйца яйца упали в цене почти до 50 гривен а на рынке можно еще купить гораздо дешевле это уже хороший позитив теперь яичница не стала такой космической а еще хотелось бы сказать что у меня есть кадры этого жилого района возле метро если вы хотите их увидеть напишите пожалуйста в комментариях и обязательно ставьте палец вверх под этим видео оставляйте любые комментарии мне интересно их читать я стараюсь отвечать на все комментарии на кадрах можно заметить большое количество машин люди возвращаются а еще люди начинают делать ремонты сейчас это подходящее время для того чтобы делать ремонт цены на стройматериалы конечно же поднялись в два раза но обещают подорожание еще больше после войны поэтому люди спешат сделать ремонт до повышения цен на этом у меня все друзья подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного до новых встреч друзья всем спасибо всем пока